Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать еще один альтернативный вид хранения косметики. Вы же знаете, что я люблю менять часто вид хранения косметики, потому что меня всегда что-то не устраивает. Предыдущий мой комод съела кошка, она его разодрала, да и он был очень тяжелый, громоздкий и непрочный. Я сначала захотела купить себе корзинку в магазине Аврора. Это аналог фикс прайс российского, но она показалась мне маловато для моего арсенала косметики, хотя у меня ее не так много. И тогда я пошла в хозяйственный магазин, где продаются тоже всякие корзинки, веники, кастрюльки, чашечки. И нашла вот такой вот органайзер, я так понимаю это для швейной фурнитуры. То в принципе что хочешь можно в ней хранить и хочу вам рассказать об этом чуде и во сколько мне он обошелся и почему я выбрала именно этот органайзер. На удивление это чудо стоило мне 115 гривен, это очень дешево, учитывая что он очень прикольный. Вторым плюсом есть то, что он разборной, то есть эти полки можно менять местами, он полностью разбирается, складывается. Если я найду еще вот такие 3 шкатулки, я докуплю, у меня будет уже не 3 отделения, а 6, то есть у меня будет высокий хороший комод. Еще один плюс в том, что наверх можно ставить зеркало, кисточки, в принципе как я делаю и в конце я вам покажу как у меня это все организовано на столе и выглядит это очень компактно и клево. Сам по себе этот органайзер не тяжелый, потому что он пластиковый. Даже с учетом того, что здесь лежит косметика, его удобно переносить и это очень классно. Шкатулки здесь идут на всю длину органайзера, они очень длинные, хорошо открываются и в конце фиксируются, то есть они просто так не откроются. Здесь есть такой как щелчок и он хорошо фиксирует эти ячейки. Еще один плюс, на который я обратила внимание в моем случае, чтобы он не свисал со стола, то есть у меня стол в принципе по ширине узкий и мне нужно было, чтобы органайзер сочетался по размеру, потому что в принципе оно и выглядит некрасиво, если органайзер больше, что было с моим предыдущим. Этот органайзер вписался как можно наилучшим образом, поэтому я очень счастлива. Здесь есть полупрозрачные вот такие ячейки и это тоже очень красиво, симпатично, он такой весь девичий, миленький, не знаю, мне он очень нравится. И внизу можно, я уже сказала, добавлять такие же ячейки. Единственное, он не подойдет, если у вас много косметики, так как полочки в принципе вместительные, но их всего лишь три. У меня косметики не так много, поэтому мне всего хватает. В первом отделении я храню тональные средства, пудру, что тут еще для контуринга, что-то румяна, туши, блески, такое все, что имеет большие габариты. Во второй полочке я разместила все свои тени, здесь пустая баночка из-под пудры или румян, то есть тени сюда все вместились мои. Единственное, не вместилась большая палитра с Байнкоинс, но она сюда и вмещаться и не должна. И в третьей столовке у меня находится все для губ, карандаши, блески, помады и даже есть подводка. Ее нужно переложить в первый отсек, нужно тут будет поубирать. Вот, можно сюда придумать какие-нибудь ячейки, которые будут разделять это все. Я пока что остановилась на таком варианте, потому что я его еще только купила и не знаю еще как можно с ним побаловаться, но мне он очень нравится и сейчас я вам покажу, как он у меня стоит на моем столе и как он украшает в принципе весь вид. Да, забыла сказать, что у меня все хранилось вот в таких вот контейнерах, то есть и кисточки, и помады, и туши. Это канцелярский контейнер, я его тоже покупала в Авроре. Один я решила оставить, чтобы он красиво стоял поверх этого органайзера и можно было достать кисточки. Так как у меня нет особого места для того, чтобы краситься, да и косметики не так уж и много, я себе выбрала вот такой уголочек, куда мой кейс. Для этого все уместился просто наилучшим образом и очень красиво выглядит. Учитывая, что сверху стоит зеркало и кисти, мне очень нравится такой вид. Он компактный и вот сильно не бросается в глаза по сравнению с предыдущим вариантом. Еще раз повторюсь, что покупала я его в хозяйственном магазине, там имеется очень большое разнообразие всяких корзинок, контейнеров для хранения. Ну, не косметики, но их можно приспособить под косметику, поэтому заходите, смотрите. Я уверена, что везде можно найти такой вариант. А в следующем видео я вам покажу, что у меня есть из косметики, был такой запрос на видео. И покажу, что и как я храню в этом органайзере. Всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, всем пока!